С вами мы будем обсуждать не футбол вчерашний, с вами мы будем обсуждать тему, которую вы все хорошо знаете, поскольку у вас был целый курс. Поэтому, надеюсь, опять же, у нас пойдет все в режиме такого диалога, вы не будете подсказывать. А именно случайные процессы. Все помнят, все знают. Что, ну был курс по случайным процессам? Супер, значит, знаете. Или не очень? Ладно, дифуры – это семечки по сравнению со случайными процессами. А, стокастические. Что, более стокастические дифуры? Да, немного. Супер. Отлично. Тогда мы с вами вообще можем голову по Европам в ней рыбаясь и пройти диффузионки, если вы столько дифуры знаете. Я-то их не знаю. У меня этого в курсе не было. Но, когда я был студентом, мне пришлось осваивать самостоятельно. Так, значит, сегодня и на следующей лекции, собственно, последней, мы с вами начинаем проходить Байесовские методы, но немножко другие. До сих пор все Байесовские методы и модели, которые мы с вами проходили, это были параметрические методы. Сегодня мы начинаем говорить про непараметрические. Соответственно, давайте сначала мы вспомним, значит, какая у нас классическая статистика, Байесовская статистика. Есть подходы параметрические и непараметрические. Значит, в основном вы в базовом курсе изучаете по статистике, собственно, классическую параметрическую статистику, равно как и мы до сих пор в рамках БММО изучали Байесовские параметрические методы. Но при этом мы знаем, что в классической статистике существует еще и непараметрическая статистика. Соответственно, что это такое? Какие примеры можете привести непараметрических статистических методов? Непараметрические полиции. Конкретней. Например, проверка проэндресса распределения. Например, критерик Ломогорова-Смирнова. Пример непараметрических методов. Ядерное приближение будет? Да, тоже будет. То есть, грубо говоря, непараметрические методы, когда мы не ограничиваем себя каким-то параметрическим семейством, в котором мы пытаемся оценить значение параметров. Значит, мы с вами сегодня будем проходить, собственно, Байесовские непараметрические методы. Ну, а на самом деле для нас ключевым различием между параметрическими и непараметрическими методами будет являться следующее, может быть, неформальное, но при этом достаточно понятное разделение. Непараметрические методы предполагают возможность постепенного усложнения модели по мере поступления дополнительных данных. То есть, сложность той модели, которую мы пытаемся, собственно, обучить, возрастает по мере увеличения объема данных. Чем данных меньше, тем модель проще, данных больше, модель становится сложнее. В противовес с параметрическими моделями, которые, как бы, их сложность никак не меняется от роста данных. И поэтому типичная ситуация, что модель может быть адекватна для небольшого количества данных. Ну, допустим, там, задача классификации, два класса, объектов мало, вот мы там гиперплоскость пытаемся отделять. Вроде нормально. Но если у нас объектов становится очень много, то гиперплоскость уже становится слишком грубой моделью, и хотелось бы что-нибудь более интересное применить. В то же время, если бы мы исходно взяли бы слишком сложную модель, а данных было бы мало, но, скорее всего, получили бы переобучение. Поэтому, собственно, во многих ситуациях возникает как раз необходимость применять такие адаптивные методы, которые позволяют увеличивать сложность модели по мере поступления дополнительных данных. Это вот идея непераметрических методов. Соответственно, кто может мне сказать, какие непераметрические методы у нас в машинном обучении? Используются. КНН. КНН. Что-нибудь еще? То есть КНН – это самый классический пример. То есть метод ближайших соседей. Понятно, чем у нас больше объем выборки, тем сложнее у нас будут разделяющие поверхности. Потому что больше объектов, которые могут стать потенциальными соседями. Ядерная аппоксимация какая-то? Ну, ядровые методы в целом. Потому что ядровые методы, опять же, при ядровом переходе мы переходим к сумме по объектам выборки. Чем больше объекта выборки, тем больше у нас слагаемых в такой роде суммах. То есть, условно говоря, сложность непераметрических методов, так несколько упрощая, она растет пропорционально объемам выборки. Поэтому, если у вас возникают в решающем правиле какие-то суммы по объектам, обучающие выборки, это верный признак того, что у вас непераметрическая модель. Хорошо. Значит, сегодня мы с вами будем говорить о случайных процессах, а именно о, наверное, самом простом и самом интуитивно понятном случайном процессе, гауссовский случайный процесс, более того, стационарные, хотя важно, там будут и не стационарные тоже, в общем, гауссовские случайные процессы. Я специально с них начинаю, потому что на следующей лекции у нас будет такая чума, процессы деревья, это очень так нетривиально понять, но я надеюсь, что мы разберемся. Хотя бы общее, чтобы у вас представление было, потому что они, в принципе, периодически возникают в разных интересных моделях машинного обучения. Сегодня мы поговорим про гауссовский процесс, там все понятно, у вас будет небольшое практическое задание на них, так что, я думаю, набалотыкаемся. И эту тему абсолютно легко освоим. А что такое случайный процесс? Кстати, можно сказать? То есть курс был по случайным процессам, не можем даже базовое определение вспомнить. Фундаментальные определения всегда сложно сдается. Но вы должны были сдавать это на зачете, вы должны были их учить. Сложно, не сложно, удается. Как вы думаете, сколько вам поставили за такое определение на экзамене? В смысле, отрицательный балл. Но вы правы. Для наших целей будем пользоваться примерно таким определением, что случайный процесс – это счетное, либо континиальное число случайных величин. То есть у нас есть одномерная случайная величина, если у нас много случайных величин, можно сказать, у нас есть многомерная случайная величина. Если у нас бесконечное число случайных величин или континуум случайных величин, будем говорить, что у нас есть случайный процесс. Соответственно, самое интересное, если у нас счетное или континуальное число случайных величин, значит, тот элемент, который индексирует отдельно взятую случайную величину, значит, должен принимать либо счетное, либо континуальное число значений. Так? Соответственно, если у нас, допустим, F – это случайная величина, значит, у нее должен быть индексирующий элемент, который может принимать, ну, применительно гауссовскому процессу, либо из действительной одномерной оси, либо, в общем случае, из одномерного действительного пространства. Значит, что мы можем, как можем, собственно, наш случайный процесс охарактеризовать? Ну, например, мы можем зафиксировать значение индексирующего элемента, скажем, x0, и тогда мы можем рассмотреть соответствующую случайную величину. Это одномерная случайная величина получится, правильно? У нее есть мат-ожидание, есть дисперсия. Значит, говорят, что такого рода величина называется одномерная проекция случайного процесса. Можно зафиксировать несколько значений индексирующего элемента, тогда мы получаем многомерную случайную величину, значит, про которую говорят, что это многомерная проекция случайного процесса. И вот теперь ключевое. Собственно, как бы нам ввести определение случайного процесса? В большинстве случаев определение вводят неконструктивно. Говорят, ну, вот так вот, общая конструкция. Случайный процесс называется процессом ветрова, если все его конечномерные проекции имеют распределение ветрова. Теперь вместо ветрова можно подставить Пуассона, Дерехлея, Бета, Гамма, Гаусса и так далее. Понятно, что при таком способе введения и определения случайного процесса, вообще говоря, не очевидно, что такой процесс вообще существует. Поэтому, наверное, нет ничего более деморализующего в курсе случайных процессов, когда после определения случайного процесса идет страница на пять теоремы существования. То есть, что данный процесс существует, и пять страниц, значит, убористого доказательства. Мы тут ничего делать не будем, естественно, с вами поверим, что гауссовский процесс существует, равно как и процессы Дерехлея, тем более, что у вас должно было, как и в нем про гауссовские процессы, в курсе слупов это быть. Итак, будем говорить, что f от x является гауссовским случайным процессом, если для любого n следует, что любая конечномерная проекция этого процесса имеет нормальное распределение с каким-то матожиданием какой-то квалифицированной матрицы. Это у вас от n зависит сейчас. Что? От n зависит. Нет, ну тут... n это размерность нашей проекции, конечной мерности. Здесь, естественно, вектор тоже размерности n, а здесь матрица n на n. А время не будет? Что? Время. У нас x, переменная, которая индексируется. А что такое случайная величина? Давай я поставлю. Случайная величина f. f это континул случайных величин. Если подставлю себе конкретное значение индексирующего элемента, получу конкретную одну случайную величину. Значит, время это... Ну, исторически, когда случайные процессы первые появились, то в качестве индексирующего элемента брали действительно ось, и тогда можно действительно ассоциировать со временем. Потому что как будто у нас что-то по времени меняется. Но это скорее вредная аналогия, чем полезная. Потому что случайный процесс в общем случае имеет гораздо более сложную структуру индексирующих элементов. И вот сегодня мы с вами будем рассматривать, когда x из rd, и такие процессы сейчас называют случайные поля. Чтобы подчеркнуть, что это у нас домерное пространство, и вот в каждой точке этого пространства живет какая-то галстерская случайная величина. А уж что мы будем на следующей лекции рассматривать? Я даже специально не буду говорить. Но желающие могут попробовать, например, в Википедию открыть, или любое издание на английском языке. Это тот редкий случай, когда даже в англоязычной литературе не могут членораздельным языком объяснить, что такое процесс задерекли. Но можете попытаться. Кто сможет разобраться до лекции, получит от меня большую конфету. Ну, и пока я сказал, что просто какое-то мат ожидания, какая-то ковариационная матрица. Для разных проекций они будут разные. Ну, раз уж вы сказали, значит, давайте мы вспомним, опять же, базовые характеристики случайного процесса. То, что у вас, опять же, в курсе было. Функция среднего значения и ковариационная функция. Были такие термины? Хорошо. Итак, функция среднего значения. Что это такое? Ну, вот ожидания, соответствующие случайной величины. По определению. Это есть мат ожидания, соответствующие случайной величины, то есть вот с соответствующим значением индексирующего элемента. Ну, и ковариационная функция. Ковариация между этими... Ну, между функциями... Ковариация между f и x, и f от x штрих. Важнейшие характеристики. Следующее понятие. Стационарный случайный процесс. Кто помнит, что такое стационарный случайный процесс? В каком смысле? А в любом. Ну, скажите, например, в мусском смысле. В мусском смысле, это если вот эти статистики, которые вы называли главными для процесса, они не изменяются в зависимости от подставления туда, собственно, аргумент. Ну, видимо, от ожиданий не меняются со временем. Так, хорошо, от ожиданий не меняются со временем, но здесь у нас применение к времени – это x. То есть, вы хотите сказать, что m от x равно константа. Так, значит, можно сказать, что это есть такая вот функция. Так? Так, значит, этот стационарный в каком смысле? В этом смысле. А в широком? А в широком тогда распределим с 10? Вот. Ну, от времени опять, наверное. Хочется скрыть от времени. Но, видимо, от точки, пространство. Дальяна, наверное. Нет. Не совсем. То есть, скорее, в таком вот виде, что у нас вот такие распределения одинаковые для любых сдвижек. То есть, как бы распределение остается неизменным при сдвижке на одно и то же дельта x. Так вот, вы теперь все перепутали. То есть, вот эта стационарность в узком смысле, вот эта стационарность в широком смысле. Потому что вот это требование менее отягчающее, чем вот это требование. В частности, вот такие вещи проверить легко. А вот как вы будете проверять выполнение этого условия для всевозможных дельта x? Это нетривиально, в общем случае. Но, что мы знаем про нормальное распределение? Значит, нормальное распределение полностью определяется, ну там, одномерное или многомерное, своим отожиданием и своей квалифицированной матрицей. Аналогично этому, значит, галстовский случайный процесс можно рассматривать как континуальное обобщение многомерно-нормального распределения. Поэтому галстовский случайный процесс полностью определяется функцией среднего значения и квалифицированной функции. Значит, для простоты дальше будем рассматривать стационарные галстовские случайные процессы. Ну и функцию среднего значения, опять же, для простоты положим равную нулю. Всегда можно сдвинуть на константу и получить, что матр-ждай нулевое. Тогда все поведение галлосовского случайного процесса полностью определяется видом ковариационной функции. Значит, давайте, когда будем говорить про стационарные процессы, будем писать ковариационную функцию от одного аргумента, понимая, что это разность первого и второго аргумента. Если у нас будут нестационарные случайные процессы, мы будем писать ковариационную функцию от двух аргументов. То есть я думаю, тут не должна быть Проблема с нотацией Значит, какими свойствами У нас должна обладать Композиционная функция Кто-то помнит Неотрицательная определенность Неотрицательная определенность То есть Значит, для любых Ну ладно, F у нас занято Для любых G из L2 Что да Интеграл от X Наверное, по всему Вот почему X от штрих на G, наверное А что EG? Произвольная функция Z2 G от X умножить на G От X штрих DX DX штрих Больше равно нулю Определение Положительной определенности Вот этой функции Ничего сложного Это же как бы Двойной интеграл Это же тривиальная вещь Это аналог того, что Когда мы матрицу называем Положительной определенной Когда X транспланирована А X больше равно нулю Здесь же то же самое записано В точной сети Только когда у нас вектора Континиуальной размерности У нас сумма Переходит в интеграл И вот возникает G от X штрих Это это G от X Вот это вот И линейный оператор Это вот этот вот KXX штрих В частности Отсюда немедленно вытекает Что если Я возьму А, ну собственно Хорошо Вот это мы ввели Теперь мы можем Уже сказать Как у нас Будет выглядеть Любая конечномерная Проекция Значит это нормальное Распределение N мерное У которых Матожидания будут Собственно Функции среднего значения А ковариационная матрица Будет Как выглядеть Наверное Чтобы все интрижные Не отрицательные Определенные Что Матрицы Да Ну а чему Будет ковариация равная Эдисперсич Будет равна С учетом этих Введенных Обозначений Где мы на диагонали K0 Ну Ну Пока В общем случае X1,1 И так далее Здесь KXN XN Здесь KX1 XN Здесь KXN X1 То есть Ковариационные матрицы Будут стоять Соответствующие Значения Ковариационных Функций Вызванные Ну На соответствующих Значениях Индексирующих Элементов И отсюда уже Видно Что если я составлю Матрицу Из значения Ковариационных Функций Матрица В силу Вот этого Свойства Положительной Определенности Функции Функции Любая Матрица Составленная Из значения Д Функции Будет являться Положительно Определенной Значит Что еще мы Знаем Про матрицу К Тьфу Не про матрицу К Про функцию К Ну Давайте Для простоты Значит Для стационарного Процесса Она симметрична Она симметрична То есть В данном случае К От Дельта Х Равно К От Минус Дельта Х Согласны? Что можно Сказать Про значение Функции К В нуле Вот как Ну Ну Хорошо Во-первых Она равна Дисперсии Это правда А что можно Сказать Про ее Значение Относительно Значений В произвольных Точках То что Она Больше Сейчас Видимо Там же В сумму Должна Складываться Нет В нуле Функция Достигает Максимум Во всех Остальных Значениях Она Меньше Либо равна Откуда Вытекает Свойство Ковариации Конечно Ковариация Не может быть Больше Чем Дисперсия Поэтому Функция Обычно В нуле Максимум Дальше Она Как-то Там Не спадает Что Мы знаем Про Ситуацию Когда У нас Функция В нуле Непрерывно Ковариационная Значит Пусть Что-то Предел К От Дельта Икс Дельта Икс Стремящемся К нулю Равен К От Нуля То есть Ковариационная Функция В нуле Непрерывно Что-то Немедленно Отсюда Вытекает На этом Даже Задача У вас Должна Быть В супах Намекните Ну что Намекать Отсюда Вытекает Что если У меня Конечно То есть Если У меня Ковариационная Функция В нуле Непрерывно Отсюда Вытекает Что все Реализации Случайного Процесса Ну почти Все То есть Вероятность Один Будут Являться Непрерывными По Иксу То есть Фактически Если Я Такой Случайный Процесс Разыграю Это Называется Реализация Случайного Процесса Я получу Непрерывную Функцию В РД То есть Пространство Моих Индексирующих Элементов Значит Откуда Это Вытекает Давайте Сами Рассмотрим Значит Предел При Эпсилон Стремящемся К нулю Ковариации F от Х F от Х Плюс Эпсилон Тогда У меня Будет Предел Эпсилон Стремящемся К нулю Значит Ковариационная Матрица Здесь Будет К От нуля Здесь будет К от нуля А здесь Будет К от Эпсилон И К от Минус Эпсилон Значит Если я Эпсилон Стремляю К нулю В силу Непрерывности Функции К в нуле Я получаю Что это Есть К в нуле На Корреляционную Матрицу Которая Состоит Из одних Единичек То есть Это означает Что Коэффициент Корреляции Между Ф от Х И Ф от Х Плюс Эпсилон Стремится К единице При этом Если у нас Одинаковая Дисперсия Коэффициент Корреляции Равен Единице То две Случайные Увеличены Что Почти Всего Совпадаются Да Ну это Ну это Как раз Означает Что То есть Вот Из этого Факта Вытекает Что Лимит Предел Ф от Х Плюс Эпсилон При Эпсилон Стремящемся К нулю Равен Значению Функции То есть Непрерывность Ф Значит Это важное Свойство Нам сегодня Пригодится То есть Еще раз В сухом Остатке Если У нас Коэффициентная Функция В нуле Непрерывна Тогда Реализация Случайного Процесса Являет собой Непрерывную По Х Функцию Значит Давайте Рассмотрим Важный Частный Случай Гауссовского Случайного Процесса Когда У нас Коэффициентная Функция Имеет Такой Вид Знакомый? Кто ему что-нибудь Может сказать? Что же за Случайный Процесс Такой Будет? Но это Не дельта Функция Но У нас То есть Вот если я Здесь буду Рисовать Дельта Х В одномерном Пространстве Конечно Рисую Важно Потому что Это В особо Многомерном Еще Общается Значит У нас Всюду Ноль И в одной Точке Вот Какое-то Значение Ну Единичек В данном Случай Как у меня Будут Выглядеть Конечномерные Проекции Значит Теперь Пусть я Здесь Рисую Х Вот я Зафиксирую Какую-то Точку Х Ноль Какое У меня Будет Распределение Как у меня Будет Распределена Ф От Х Ноль Какая же Константа Видимо Дельта функция Становит Значит Итак Давайте Пусть М От Х Равно Ну Значит Стационарный Процесс К От Дельта Х Вот Такую форму Умеет Значит Вопрос Как будет Распределено Ф От Х Ноль Ну Во-первых Какое это будет Распределение Нормальное Гауссовский Процесс Все Конечномерные Проекции В том числе Одномерные Проекции Являются Гауссовскими Распределениями Значит Нас Будет Гаусся С Каким От Ожиданием Какой Дисперсии Один Один Значит У меня Будет Вот здесь Вот Какая-то Гауссянка Так А я Зафиксирую Еще Несколько Точек Смесь Гауссянка Ну Почему Смесь Многомерная Многомерная Просто Нормальное Распределение Так А Двыкзушка При этом Компоненты Как-то Связаны Нет У нас Ноль То есть У меня Будет Полный Хаос У меня Будут Как-то Точки Независимого То есть При каждом Иксе Будет Какая-то Независимая Гауссянка Двыкзушка Не связана Никак Согласны? То есть У нас будет Ковариационная Матрица Единичная Просто Ну да Да Ковариационная Матрица Будет Единичная То есть Здесь будет Континум Гауссян Который Двыкзушка Никак Не связан Понятно Что эта Функция Разрывна В каждой Точке Ну Это Понятно У нас Ковариационная Функция В нуле Разрывна Этот Процесс Сносит Название Белый шум Как бы Абсолютно Бесполезный На практике Потому что Естественно Для чего Будем Использовать Гауссовские Процессы Я надеюсь Уже Часть догадалась Мы будем Пытаться Наблюдая В одних Точках Спрогнозировать Как он Будет Вести В других Точках И вот Если у нас Процесс Виде Белый шум Никак Сколько бы я Точек Здесь не Понаблюдал Ничего Я про другие Точки Сказать не могу Кроме того Что у них Будет Нулевая Матрождание Едничная Дисперсия Ну и тогда Собственно Возникает Вопрос Хорошо Это случай В каком-то смысле Неинтересный То есть У нас Полностью Отсутствует Какая-либо Ковыриация Между Любыми Соседними Наблюдениями В общем случае Если я Рассмотрю Какую-то Какую-то Ковыриационную Функцию Ну какую-нибудь Вот такую Вот Симметричную Относительно Нуля Значит У меня Появляется Корреляция Между Соседними Точками Тем выше Чем ближе Чем меньше Расстояние Между точками Более того Я уже знаю Что если у меня Внули непрерывность У меня вообще Реализация Моего случайного Процесса Будет непрерывной Функцией И вот тогда Возникает Интереснейший Вопрос Допустим Я пронаблюдал Значение Галлсовского Процесса В некоторых Точках А Непрерывность Нуля Гарантирует Непрерывность Везде Да Ну непрерывность Нуля Ковыриационная Функция Гарантирует Непрерывность Везде Случайного Процесса Значит Вот допустим Я пронаблюдал Ну В четырех Точках Значение Галлсовского Случайного Случайного Процесса Я что-нибудь Могу сказать Допустим Какие значения Галлсовского Процесса Примет Вот здесь Вот Или вот Здесь Вот Или вот Здесь Вот Что Да Значит Мы сейчас Считаем Что Ковыриационная Функция То есть Я не просто Наблюдаю Значение Галлсовского Случайного Процесса Я знаю Что он Стационарный И я знаю Что Знаю У него Вид Ковыриационной Функции То есть Полностью Процесс Незапол Значит Итак Наблюдаю В точках f От x1 f От xn Значит Давайте Этот вектор Обзовем f Большое И хотел бы Найти вектор f Тильда В каких-то Точках y1 И так далее ym Ваши действия Ну Здрасте Пожалуйста В рамках Теории Вероятностей Значит Первое У меня f Тильда Это Какие-то Случайные Величины Они Выродятся Но только Если Какие-то y Совпадут с x В остальных Случайные Величины Прогноз Должен быть Вероятности Итак Мне нужно Получить Вероятности Прогноз На f Тильда При условии Что я Наблюдаю f Что мне здесь сделать Формулы Байес Да проще Проще Даже Без Формулы Байес По Определению Условного Распределения Это Есть Совместное На Распределение Посылки Так Ведь А как Мне Посчитать Чиститель Загратель Естественно И здесь И здесь У меня Стоят Конечные Мерные Проекции Галлсовского Случайного Процесса Здесь Н Плюс М Мерное Здесь Н Мерное Я знаю Как выглядят Эти плотности По определению Галлсовского Случайного Процесса Потому что я знаю Что Галлсовский Случайного Процесс Любая Конечномерная Проекция Имеет Распределение Соответственно С Матражданием Из функций Среднего Значения Ковариационной Матрицы Где Папарно Стоят Соответствующие Значения Индексирующих В числителе Н Мерное И нормальное Распределение В знаменателе Н Мерное Их частное Будет чем Являться В том Нормальном М Мерном Распределении Значит Я получу Распределение С каким-то Матражданием Какой-то Ковариационной Матрицей И вот Собственно Интерес Представляет Значение Этих Ковариационных Матриц Мы не будем Это выводить Сразу Без доказательства Запишем Хотя Я чувствую Что на экзамен Надо будет Кого-нибудь Попросить Учитывая Ваше Впечатляющее Знание По случайным Процессам Значит Эти формулы Известны Как формула Андерсона Так Вот Значит К Транспланированная С Х1 Х1 Хn Дальше К Х1 Игрек 1 И так далее К Х1 Игрек М Значит Здесь Соответственно Заканчивается К К К Игрек М Х1 Здесь К Игрек М Игрек М Понял что я делаю? Да Значит у меня Вот здесь вот Блок Н на Н Здесь у меня Блок М на М Сейчас тут будет К Игрек Один Игрек Один И вот Эту матрицу Значит Мы Обзовем Вот так Верхний блок Это матрица С Нижний блок Это матрица С Здесь Прямоугольная Матрица К Ну и здесь Эта матрица К Транспонирована И вот С учетом этих Обозначений Вот справедливо Те формулы Значит Давайте Попробуйте Формулу Немножечко Проинтерпретировать Физически Что же Здесь что И для этого Рассмотрим Случай Когда М Равно Единичке Тогда у нас Мю Это число Это есть Вектор К маленькая Транспонированная С минус Первый На F И Сигма Квадрат Это есть К от нуля Минус К транспонированная С минус Первый К Где К Это вектор Так Здесь Здесь вектор Здесь вектор Здесь число Данная Данная Звешенная Сумма Будет Ветерная Ну в общем Да Ну это видно Из верхней Формулы Что у нас Звешенная Сумма Ф Значение Случайного Процесса В точках В которых Мы его Наблюдаем Ну давайте Посмотрим Что здесь Можно Интересно Сказать Допустим У нас Ковариационная Функция В дуле Непрерывка Тогда Что будет Если я Рассмотрю Предел Му Вот Игрек Игрек Стремящимся Ну скажем К x1 Значит Во что у меня Это Вектор К Куда будет Стремиться То есть Вектор К Напоминаю Это у нас Что такое Значит Это К x1 y И так далее К xn Наверное Он будет Стремиться К первой Срочке Матрицы y Конспонированная Похоже То есть Вот этот Вектор К У нас Будет Стремиться К первой Строчке Матрицы c Понятно Потому что Если я y Устремляю К x1 Я здесь Получаю В точности Первую Строчку Матрицы c Ну если Непрерывная Функция k Естественно Нуля Так Тогда Что мне Здесь записано Вот это Вот Произведение Что у меня Получится Первую Строчку Матрицы c Умножаю На Матрицу c Минус 1 Кто Ну кто Единичная Ну Матриц На матриц Не получится Вы вектора На матрицу Умножаете Какие Еще знаем Умные слова Векторы Получится И Какие Значения Будут В этом Векторе Все Все Нули Ну если Мы полноценную Матрицу С умножили бы На С минус Первую Мы получили бы Что Единичную матрицу А теперь Мы Здесь не всю Матрицу С взяли И Ф Матриц Таак Хорошо А что Будет Значит Ну давайте Сразу Получается, в силу непрерывности или нет оператора? Да Вы могли сразу мне ответить Значит, если я y стремлю к x1, как у меня будет выглядеть σ2? Значит, вот это мы уже встречали Что здесь получается? 1 и 0 Так, умножить на вектор k Получается просто k 0 Ну, формально получается k от x1, y, но где x стремится к x1 Да, поэтому k от 0 Так Поэтому 0 Поэтому 0 Что, опять же, понятно Вот, собственно, еще одно доказательство того, что если у нас коррекционная функция в нуле непрерывна Тогда у меня получаются непрерывные функции То есть по мере приближения моего y к точке, в которой я наблюдаю значение гаусса сквозчинного процесса У меня неопределенность падает до нуля А само значение стремится, собственно, к наблюдаемому значению Хорошо Другой крайний случай рассмотрим Что будет, если я y устремлю к бесконечности? Значит, ковариационные функции у нас до бесконечности обычно в 0 уходят За исключением сингулярных случаев Ничего нет лучше, как спрогнозировать Но по формулам смотрим То есть куда у нас вектор k будет стремиться? К нулю Значит, вектор k будет нулевой, тогда мюшка равна нулю А дисперсия? К нуля Никаких бесконечностей Интуитивно так кажется Почему там ноль же получается? Где ноль получается? В смысле, там k от нуля только остается, там нет бесконечности Ну правильно, ну вот я и написал k от нуля Значит, ну и, собственно, наконец, если мы нарисуем картинку Допустим, я пронаблюдал В четырех точках мой галстический случайный процесс И теперь я могу нарисовать функцию мю от y Вот так вот вдоль всей этой оси Ну и сигма квадрат Тут, в принципе, тоже от y надо, конечно, было написать Что я знаю? Значит, как у меня мюшка? На бесконечностях мюшка уходит в ноль То есть здесь где-то будут нулевые значения Дальше В точках наблюдаемых у меня моя функция мю и у должна проходить через эти точки То есть вот что-то вот такое вот будет Это мю от y То есть условным от ожидания Моего галстического случайного процесса Обусловленного на наблюдение в четырех точках Ну и теперь могу нарисовать доверительные интервалы Скажем, плюс-минус сигма Значит, на бесконечностях это будет Плюс-минус корень с к ноль Дальше По мере приближения к наблюдаемым точкам Моя дисперсия должна падать до нуля Удаляюсь от одной точки Пока я не приблизился к следующей Дисперсия немножко увеличивается А потом снова уменьшится Ну и здесь вот как-то так И отсюда опять мы выходим на уровень корень с к ноль Картинки такие видели? Наверняка много раз в статистической литературе То есть вот у меня условное мат ожидания И условная дисперсия Таким образом, пронаблюдав галстовский случайный процесс В некотором конечном числе точек Если мне известна ковариационная функция Я тут же могу построить прогноз назначения галстовского случайного процесса В произвольных точках В одной либо в нескольких Очень удобная конструкция Возникает только один маленький нюанс Это даже на самом деле два Значит, первое соображение вычислительное Какая вычислительная сложность Для подобного алгоритма прогнозирования? Какая? Нет, не континиульная Я пронаблюдал мой галстовский случайный процесс В н точках Никаких континуумов нету У меня конструктивная формула Н куб То есть сложность кубическая по объему выборки Принципиальное ограничение Очень жесткое Которое делает сразу Метод галстовских процессов Немасштабируемым по данным Для 100 точек можем Для 500 можем А вот эти 100 тысяч уже Кубки развяжутся И поэтому, собственно, отдельное большое направление Современно-машинного обучения Это попытка строить масштабируемые Галстовские процессы Потому что конструкция слишком клевая Для того, чтобы просто сказать Ну, не масштабируется И черт с ней Очень хочется на практике как-то адаптировать Ну и вот чещество тут пытается изгаляться Разные хитрые Придумывать Ковариационные функции такие Что вот эти матрицы Какой-нибудь имели низкое тензорное разложение Чтобы все-таки Их обращение занимало Не кубическую сложность по времени Это первый нюанс Нюанс второй В каком-то смысле Более концептуальный Более критичный А все понимают Что вот эти вот формулы Для условных мат-ожиданий Дисперсий Они зависят от Выбранной ковариационной функции Если ковариационную функцию Другую выберу У меня все формулы поползут Где эта зависимость скрывается? В форме итогов нашего Приведжения к цепи Нет, где скрывается В формулах В матрице С Ну и там В матрице или векторе К Потому что и там, и там Стоят конкретные значения Конкретной ковариационной функции Вот скажите мне, пожалуйста Как будет выглядеть Мой алгоритм условного прогнозирования Если, допустим У меня имеет место белый шум Галстанский процесс Вида белый шум Мы ведь запроставим на него Значит, давайте нам картинку Перерисуем Еще раз Значит, вот у меня Четыре точки Здесь Значение положительное Отрицательное И здесь два отрицательных Значит, мне нужно Нарисовать функцию Мю от y Ну, в связи с дисперсией Ноль, да А корень из дисперсии У нас единица будет Значит, так Степ-бай-степ Почему средняя ноль? Что делать? Замечательно Я потрясен вашей интуицией Но я бы хотел, чтобы Вы как-то из более математических Соображений это вывели Ну, у нас конкретная матрица Будет единичная С будет единичная Так С единичной матрица К будет нулевой вектор К будет нулевой вектор Все Значит, мю у меня сразу Ноль везде, кроме Кроме точек Кроме самих точек То есть у меня будет Вот Такой условный мат ожидания Разрывы И вот в точках наблюдения Они будут вот Вот эти вот значения принимать Здесь вот И вот здесь В остальных везде ноль Что можно сказать Про условную дисперсию? Равна единице Ну, равно Равна К от нуля Да, К от нуля Ну, как Везде, кроме точек Везде, кроме точек То есть в точках Она будет схлопываться Здесь снова К от нуля То есть видно В одних и тех же точках Пронаблюдали одни и те же значения Галстерского случайного процесса Но Результаты прогнозирования Разительным образом Изменились Просто потому, что Я изменил Координационную функцию Кстати, как думаете Какой из этих двух прогнозов Большую практическую ценность имеет? Я был первый Все-таки Ну, наверное Потому что второй Сколь бы Мало полезно Где был первый прогноз Но второй прогноз Просто абсолютно бесполезен Поэтому у него точно Ценность нулевая И вот возникает проблема Вроде как бы Галстерский процесс Удобный механизм То есть мы интуитивно понимаем Что мы проглядали И тут на что-то Интерпретируемое Возникает сразу Но А какую Координационную функцию взять? А если возьмем не ту Ну, будет все неправильно И вот тут Собственная вишенка на торте Оказывается Координационную функцию Можно автоматически подбирать Максимизируя Нашу любимую Обоснованность модели В данном случае Модель гауссовского процесса Значит, давайте Представим себе Что мы пытаемся решить задачу Выставления регрессии У нас есть домерное признаковое пространство У нас задана в этом пространстве Какая-то регрессионная функция Которую, собственно, будем моделировать Гауссовским случайным процессом Считаем, что у нас действует Стационарный гауссовский процесс С непрерывной Координационной функцией в нуле То есть у нас задана Какая-то непрерывная функция f от x А я наблюдаю В отдельных точках x1, xn Ее зашумленные значения Ну, стандартная постановка Для задачи регрессии Значит, у меня есть t и t Которая есть f от x i Плюс ε i Где ε i Это Нормальный шум Столевой мат ожиданием И какой-то дисперсии Сигма квадрат Значит, я бы хотел Я бы хотел Спрогнозировать Значение t В какой-то новой точке Либо точках Ну, для простоты Пусть в одной точке Значит, если мы Это попробуем Расписать в виде Графа зависимостей У нас возникла Вот такая вот картинка Значит, есть значение Непрерывного гауссовского Процесса в точках Обучающего в рке x1, xn Есть Зашумленные значения Того же процесса Это то, что мы наблюдаем Кроме того Есть Значение Непрерывного гауссовского Процесса в каких-то Новых точках Ну, или в точке Допустим, в точке x0 Их значения Как-то определяются Значит, значением Незашумленного Гауссовского процесса На исходных точках Обучающей выборки И, наконец У нас есть Зашумленная версия Этих точек То есть, тильдой Значит, мы хотим Спрогнозировать Т с тильдой По Т Как бы нам это сделать В рамках вот такой вот Вероятности модели Ну, так Близко Смотрите Значит, что мы умеем делать Мы умеем прогнозировать Т с тильдой По F с тильдой Потому что вот у нас Конкретное выражение Которое их связывает То есть, если бы у меня Было бы значение F с тильдой Я бы Т с тильдой Спрогнозировал Но Вот беда Я не знаю значение F с тильдой По Т Путаться его Предсказать F с тильдой Я могу предсказывать По F По Т На прямую не могу То есть, если бы я Знал бы F По F Я могу спрогнозировать F с тильдой По которому Спрогнозирую бы Т с тильдой И тогда мне уж нужно еще Чего не хватает Нужно сделать F по Т Осталось Предсказать Сейчас, сейчас, сейчас Допустим F я знаю Не понял Про Т не нужно Я уже как бы F знаю Все Вот этот кусок Меня уже не интересует Но у меня здесь формула Зависит От каких А, так Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Да Да-да Все правильно От Определил Хорошо Значит, я могу прогнозировать F с тильдой По F Да я не знаю F Но F Я могу попробовать Спрогнозировать По Т Пока не знаю Как То есть я знаю В обратную сторону Как Т по F Но сейчас Мы ничего не придумаем Такая вот получилась Цепочка Детка за репку Бабка за детку Кошка за жучку Да Чего не хватает Мы ничего пока не делили Мы пока из общих соображений Я пытаюсь Сказать, что Ага Мне нужно Т стильды по Т Я так Сразу не могу Сообразить Как это делается Но я знаю Как Т стильды по F стильды Знаю Как F стильды по F Ну и допустим Знаю Как F по Т Сейчас мы выпишем Как это делать Слева у меня функция Зависящая от T стильды от T А справа функция Которая зависит от T стильды F стильды F и T Чего-то не хватает Разделить на F от F и F стильды Или не надо Ну не ссу Ой Зачем же делить-то Ну как важно Умочно Просуммировать Ну прям отожидать надо Ну или просуммировать Да То есть Я знаю Как Т стильды При конкретном F стильды Но я не знаю Конкретного F стильда Я знаю только У него распределение Значит я должен По этому распределению Усреднить И аналогично Я должен усреднить По распределению F И вот теперь у меня получается Тоговая формула Которая позволяет мне По T Спрогнозировать F По F Спрогнозировать F стильды По F стильды Спрогнозировать T стильды Вуаля Теперь я усредняю По всем лишним переменным По F стильды По F И получаю прогноз Т стильды По T Значит что я здесь не знаю Значит что я здесь не знаю Перемножить знаю Знаю Ну да Знаю То есть это просто Ну если в одномерное распределение То это T от X0 С мат ожиданием F от X0 И дисперсия Сигма квадрат Вот это вот я знаю Да Только что Вот формула Андерсона То есть это типичный Вот условный прогноз Продоблюдал Галстерский процесс Да еще и непрерывный В точках X1 и Xn Хочу спрогнозировать Точки X0 То есть эта формула Тоже простая F от X0 Будет иметь Мю от X0 И какая-то Сигма квадрат От X0 Из формул Андерса А вот это вот Вообще говоря Нет Во Ну не зря мы тут Байсовский метод изучаем Значит давайте попробуем Выписать Что же это может быть такое F при условии Т Применяем теорема Байса Обратите внимание Что хотя мы работаем С случайным процессом То есть это континул Случайных величин Я везде во всех формулах Имею дело с конечномерными проекциями То есть у меня формулы Конструктивные получаются Ну и смотрите Первое множество Могу посчитать? Да Могу Ну вот это логично Вот это Второе множество Что такое? Априорное Априорное распределение Как выглядит? Нормальное С целевым отожиданием И ковариационной матрицей С Где С и житая Это есть К Икс и Т Минус и житая Знаменатель могу посчитать? У меня свертка Двух нормальных распределений Могу посчитать Значит Обозначим ПЛТ И вот это будет Тоже нормальное распределение Кстати как думаете С каким отожиданием? Ну вот здесь вот у меня Это что такое? Это нормальное распределение На Т С матожиданием Ф И дисперсией Сигма квадрат И я матожидаю По Ф Где Ф Имеет нормальное распределение С целевым отожиданием И ковариационной матрице С Тоже нормальное Во Ноль Ну и здесь Вообще говоря С с крышкой Где С с крышкой На и житой позиции Будет стоять Так Икс и это Минус Икс и жи Плюс Сигма квадрат На скобку Аверсона То есть Матрица С На внедиагональные элементы Такие же Как вот здесь Ковариационные функции Были Потому что Вот этот вот Член Никакой дополнительной Корреляции Между Икс и Икс и Икс и житом Не дает У нас Вот Правила У нас Эпсион и и Они независимы Эта вздушка Никак не коррелирует Для разных и А на диагональной Позиции В довесок Ковариационной матрице В нуле Добавляется еще Сигма квадрат Потому что Я вот Я что сделал Я взял Процесс Ф от Икс и Добавил к нему Еще нормальный шум С целевым отожиданием И дисперсией Сигма квадрат Таким образом Значит Здесь я умею считать Каждое множество С числителя И множество С знаменателя Значит Я всю эту конструкцию Посчитать могу У меня будет Какое-то Естественно Галсовское распределение Потому что У меня гаусяна здесь Гаусяна здесь Гаусяна здесь Естественно У меня будет только гаусяна Ну и Почитав ее Могу ее Подставить сюда И дальше Взять в свердку Значит Все остальные Ножители я знаю Все вместе Будет отлично Интегрироваться Мы получим В явном виде Выражения для прогноза Сейчас я их не буду Выводить в виде интегрирования Потому что мы их выведем Из других соображений Что важно для нас Теперь внимание Самое главное Самое интересное А что у нас такое Вообще Знаменательность Теории МБС Обоснованность Правильно То есть смотрите Что мы сделали Когда мы посчитали ПОТ Мы Промарегинализовали По латентным переменным То есть мы подставили То что мы наблюдаем Наблюдаем мы Т Вот это вот Ф мы не наблюдаем Мы по Ф Привели Прогноз И получили Собственно вероятность Продобрать то Что я наблюдаю Это обоснованность И теперь смотрите У меня эта обоснованность Вообще говоря Зависит от параметров Ковариационной функции Она зависит От вида функции К И она зависит От магнитуды Шума Сигма Варьируя Вид функции К И магнитуду Сигма Я буду получать Разные значения Обоснованность Возникает идея Так давайте мы тогда Возьмем эту ПОТ И попробуем Ее промаксимизировать По К И по Сигма То есть у меня Эта функция Она собственно Зависит от выбора Ковариационной функции И от выбора Магнитуды Белого шума Сигма Частый выбор Ну понятно Что я не могу По всевозможным Ковариационным функциям Максимизировать Должен как-то И параметризовать Ну и вот Довольно популярный Выбор параметризации Сказать К Х Икштрих Ну или даже давайте К Х минус Икштрих Есть А На экспонента Минус Гамма Х минус Икштрих Квадрате Такая гусянка Тогда по сути Что я получаю Если я здесь рисую Х минус Икштрих У меня какая-то Вот такая Гаусянка У которой я Могу определять Вот эту магнитуду Могу определять Вот эту ширину Значит если гамма Большая ширина Значит это Гамма минус первый И дополнительно У меня еще есть Магнитуда белого шума А Сигма Я же тоже беру Оптимизацию То есть у меня Вот здесь Вообще Разрыв Вот такая вот модель Довольно популярная Выбор эквариационных функций То есть я Варьирую гамму Определяю как бы степень Дальнодействия моих корреляций Насколько у меня Дальние объекты коррелированы Магнитуду Определяю Какая часть дисперсии Мне описывается Вот Коррелированным распределением И дополнительно Еще определяю Магнитуду белого шума Сигма квадрат И в зависимости От конкретной Наблюдаем Обучающей выборки У меня могут получать Здесь разные значения Я буду выбирать Наиболее подходящую Наиболее обоснованную Ковариационную функцию Под свою конкретную Задачу Смотрите К чему это будет Приводить Допустим У меня Вот такие наблюдения Был галст Случайного процесса Значит у меня Будет Скорее всего Подберется По принципу Наиболее обоснованности Ковариационная функция Которая позволяет Какие-то вот такие Прогнозы построить Ведь может Вот с маленькими Отклонениями То есть маленькие Маленькие значения Магнитуры Белого шума будут Но А мне не подберется Допустим Здесь Ковариационная функция Виды белый шум Хотя белый шум Тоже может это объяснить Такую конструкцию Если у меня Допустим Допустим Что бы такое наблюдается У меня подберется Ковариационная функция Которая позволяет Мне опять же Некий тренд Выделить Которая потом Естественно В ноль уйдет И тут Магнитуды Белого шума Будут побольше То есть Компьютер Автоматически Определит Какая у меня Интенсивность Белого шума И какая у меня Собственно полезная Компонента В сигнале есть Наконец Если сигнал Будет вот такой То у меня Подберется Ковариационная функция Близко к белому шуму То есть Если в данных Закономерности нет Мне компьютер Об этом четко Будет сигнализировать Он подберет По принципу Наибольшей обоснованности То есть Максимизирует Такое выражение Ковариационную функцию К Которая будет Близко к нулю Ну и Таким образом Вся дисперсия Будет описываться Сигмой Обратите внимание Понятно Что если мы возьмем Какую-то Разлапистую Ковариационную функцию Большую Допустим Без белого шума И попробуем ей описать Вот такие наблюдения Но Описать это тоже можно Но просто вероятность Этого Будет очень маленькая То есть ПЛТ Для разлапистого Галстовского Случайного процесса Которого мы заставляем Проходить вот через Такие хаотично Разбросанные точки Ну вероятность Какая-то будет Она будет исчезающей Маленькая 10 минус 30 Но будет Какая-то Просто Для белого шума Вероятность будет Наибольшая Среди всех Галстовских Случайных процессов С другой стороны Если мы возьмем Вот какой-нибудь Такой вот Гладенький Процесс То скорее всего Под него Подберется Разлапистая Коориционная функция Хотя Мы могли эти точки Описать И белым шумом Тоже Вопрос Почему Почему Здесь белый шум Не подберется Ну а почему Она будет низкая Почему Здесь высокая А тут низкая Для белого шума Ну вернее Потому что Вероятность Другого распределения Будет выше Во Скорее То есть тут Срабатывает Тот самый принцип Бритвы окома Белый шум Может объяснить Все что угодно И такую конфигурацию И такую И такую Но если у нас Объяснение Которое может Объяснить все что угодно Это объяснение Имеет низкую Обоснованность Поэтому Если у нас есть Какие-то альтернативные Модели Которые позволяют Которые могут Объяснить вот эту Конфигурацию Но не могут Объяснить вот такую У них будет На этой конфигурации Высшая обоснованность Чем меньше всего Модель может объяснить Тем выше Обоснованность На тех данных Которые модели Объяснить можно То есть Выбираем Самое простое Объяснение из тех, которые в состоянии объяснить наблюдение. Белый шум, это, в смысле, это самое сложное объяснение. Потому что может объяснить все, что угодно. Поэтому обоснованность маленькая. Она и маленькая и здесь, и здесь. Она примерно в одинаковых порядках. Но для разварки этой модели здесь обоснованность большая, а здесь обоснованность практически нулевая. И поэтому обоснованность белого шума оказывается самой большой. Таким образом, значит, галлассовские процессы позволяют, просто глядя на обучающую выборку, назначение целевой переменной в точках обучающей выборки, автоматически подобрать наиболее подходящую ковариационную функцию, уже в рамках которой дальше я буду делать прогнозы на другие точки. То есть это очень удобная штука. Значит, ну и в заключение давайте рассмотрим, как можно с помощью галлассовского процесса аналогичным образом решить задачу классификации. А, кстати, да, я вот тут сказал, что эти формулы не будем вычислять эти интегралы. Почему? Потому что... Давайте еще раз. Модель у нас F. F стильный. T. T стильный. Вот я до сих пор говорю, предположу, что у меня действует какой-то скрытый, гладкий, непрерывный, галлассовский изучающий процесс F, а я наблюдаю его зашумленной версией T. Но я мог сказать не так. Я мог сказать напрямую. Предположу, у меня сразу действует галлассовский процесс, но который не непрерывный, который вот с белошумовой составляющей. Я наблюдаю его значение и хочу спрогнозировать значение этого процесса с белошумовой составляющей в других точках. И мог попробовать вот сразу напрямую сделать вот так вот. Тогда все, что изменится у меня, изменится, собственно, моя ковариационная функция. То есть для процесса F она была без белошумовой составляющей. Потому что белый шум я наложил отдельно. Потом, когда F к T переходил. Но я могу сказать, это же на T у меня тоже будут все конечномерные проекции, будут какие-то галлассианы. Поэтому T это тоже галлассовский случайный процесс. Просто написывается другой ковариационной функцией. А именно, давайте, KT, а здесь KF. То есть я беру старую ковариационную функцию и просто добавляю белый шум. И теперь я могу сразу применить формулу Андерсона для прогноза T стильный по T, но вот с такой ковариационной функцией. При этом по-прежнему я могу параметры KF и Sigma настраивать, максимизируя ПЛТ. ПЛТ считается в явном виде. Зачем же я такую вот хитрую сложную конструкцию рисовал через непрерывные процессы F? Не из любви к искусству, а для того, чтобы показать, что вот такая более общая схема позволяет нам делать обобщение на более интересные задачи. Например, на задачи классификации. Задачи классификации, какое отношение к Галасовскому процессу что-то непрерывное имеет в задаче классификации? Вроде там по-другому что-то должно быть. А на самом деле нет. Смотрите. Мы что можем сказать? У нас есть пространство RD, признаковое пространство. Нам заданы для отдельных объектов метки класса. То есть у меня есть T1, Tn, которые принимают значения минус 1, плюс 1, в точках x1 и так далее, xn. А теперь, смотрите, давайте мы это так скажем. Предположим, у меня в пространстве x действует какой-то гауссовский случайный процесс F. непрерывный, хороший. Я сам процесс не наблюдаю. Но я наблюдаю, какие-то его косвенные характеристики T. И хочу по наблюдениям косвенных характеристик в одних точках спрогнозировать, как эти же косвенные характеристики будут себя в других точках вести. Тогда все, что нужно, это увязать. Как же у меня связано? T с F. F-гауссовский процесс. T – это мои наблюдения, вообще дискретные. Плюс 1, минус 1. Ну и, собственно, достаточно несложно догадаться, что вот если мы будем использовать вот такую вот функцию, сегмоидную, то мы получим модель очень близкую к логистической регрессии. То есть что это такое? Чем больше у меня значение F от XI, тем более вероятно, что T должна иметь значение плюс единичка. То есть теперь получается, что что я наблюдаю? Значит, вот у меня X-ы, вот у меня объекты, допустим, обучающие выборки. Я говорю, значит, здесь вот у меня, допустим, плюс единички, здесь минус единички. А я говорю, на самом деле, у меня здесь действует какой-то гауссовский случайный процесс. Какие именно значения примет, я не знаю. Но я вижу T-шки. T-шка мне о чем говорит? Если здесь плюс единичка, значит, с высокой вероятностью здесь процесс был положительный. Там, где минус единичка, там, с высокой вероятностью процесс был отрицательный. И теперь я буду, что пытаться сделать? Я буду пытаться восстановить наиболее вероятную форму этого гауссовского случайного процесса зная только T-шки вместо F-ок. Обратите внимание, что здесь возможная ситуация, когда у меня, допустим, вот так вот будет процесс идти. То есть он здесь тоже принял отрицательное значение, но T-шка оказалась положительной. Это не очень вероятно, но это не исключено. И чем ближе процесс к нулю, тем больше вероятность того, что тут может оказаться другой знак. Ну, то есть это как бы некий аналог белого шума для регрессии. Мы говорили, что у нас есть F, а мы наблюдаем зашумленное проявление F. Так и здесь. У нас есть гладкое F, а мы наблюдаем не просто знаки этой F, а вот как бы немножко зашумленное. То есть если у нас F близко к нулю, то тут как бы может знак поменяться местами. Собственно, как нам диктует сигмоидная функция. Ну, хорошо. Значит, допустим, вот так вот мы зафиксировали T при условии F. Тогда опять же возникает вопрос, как мне спрогнозировать T с тильдой по T? Ну, как? В общем, так же. Т при условии F. Это мы знаем. Теперь это уже будет собственно, сигмоида от T на F от X0. Дальше. Так, T с тильдой по F с тильдой. F с тильдой мы прогнозируем по F. Это мы делаем по формам Андерсона. Тут как бы все без изменений остается. и F нам нужно спрогнозировать по T. Здесь, как и раньше, попробуем применить теорему Байеса. Сказать P от F при условии T это есть P, T при условии F на P от F. Здесь у меня произведение сигмоидных функций. Вот они. P от F априорное распределение гауссовского процесса. Это я знаю. И интеграл знаменательная собственнообоснованность. И тут возникает проблема. Вот теперь интеграл аналитический не берется. потому что здесь у меня произведение сигмоидных функций, а здесь гауссиан. Но ничего не напоминает где-то мы это уже видели. А с этим были сигмоиды такие? Да, это вот делогистическое ребятие среди машины. Да. И как-то мы там справились. Мы там приближали с помощью гауссиан эту сигмоиду. Так давайте здесь попробуем приблизить. Ну, не так уж и извращались. Ладно уж. Не извращались. Значит, обзовем эту функцию q от f и скажем, что q от f приближенно есть ну, давайте алгарифм разложим в ряд Теллора точки максимума. q от f mp плюс одна вторая f минус f mp конспонированная на гауссиан логарифма q в точке f mp на f минус f mp То есть вот стандартное приближение лапласа если вот обоих частей ну, значит f mp это есть арг максимум pt в условии f на p ld f f t нам известно значит, если здесь перейти к логарифму тут будет вогнутая функция ну, потому что сегмо это алгарифмически вогнутая и гауссиан тоже алгарифмически вогнутая значит, это задача эквивалентна задача поиска максимума вогнутой функции задача решается достаточно легко даже в высокоразмерных пространствах поэтому f от mp можем быстро найти дальше посчитать гауссиан ее тоже можно в явном виде и все вот у нас это выражение если я от обоих частей возьму экспоненту то я получу что я под интегральную функцию приблизил гауссиан а гауссиан я уже могу проинтегрировать то есть тут у меня будет код f mp на экспоненту 1 2 f минус f mp экспонированная этот интеграл же аналитически берется а это означает что у меня и вот это выражение аналитически берется это будет приближенно какая-то гауссиана а это означает что вот такой интеграл t стильды при условии f стильдой на f стильдой при условии f на p f при условии t df стильдой df значит вот здесь приближенная гауссиана здесь гауссиана значит после интегрирования тоже остается гауссиана и остается интеграл сегмоидная функция умножить на гауссиану с таким интегралом вы должны были тоже на одном из семинаров сталкиваться было как раз машина гауссиана для задачи классификации и там какую-то приближенную форму выводить было не было самое яркое воспоминание как разложили через гауссиана дальше тьма там снизу подкараешь гауссиану ну возможно ну выражение вида сегмоидная функция от x на нормальное распределение x с каким-нибудь мат ожиданием дисперсии не было ну ладно короче для таких выражений существует эффективная приближенная форму которая с высокой точности позволяет аналитическим выражениям приблизить такого рода интеграла и именно такого рода интеграла у нас возникнет здесь у нас здесь будет гауссиана на f стильдой здесь будет сегмоидная функция относительно f стильдой поэтому этот интеграл можно тоже с высокой точностью приближенно оценить таким образом мы научились прогнозировать по t т стильдой да через f через f стильдой тут уже напрямую не удастся потому что это уже не гауссовский процесс то есть тут мы как бы что сказали что у нас латентный гауссовский процесс действует а мы наблюдаем его косвенные характеристики чем такая схема удобна вот мы сейчас сказали что мы наблюдаем метки плюс 1 минус 1 вообще можно все что угодно наблюдать то есть тут уже широчайшее поле для всевозможных модификаций какую-нибудь категориальную переменную можно наблюдать какую-нибудь там на полоси переменную или там на симплексе или еще что-то единственное что нужно определить взаимосвязь как те косвенные наблюдения что мы видим связаны с латентным гауссовским процессом если мы это сделали у нас тут же возникает возможность по одним косвенным наблюдениям прогнозировать другие косвенные наблюдения на других точках при этом у нас будет латентный гауссовский процесс который еще у него можно подобрать наиболее подходящую ковритационную функцию то есть так что он максимально соответствовал наблюдаемым данным так значит это сказал ага ну значит и повторюсь главным минусом этой модели является то что она во всяком случае в классической формулировке не позволяет масштабировать себя то есть кубическая сложность по объему данных то есть для небольших объемов данных применяется но небольшие объемы данных в настоящее время ну не то что совсем никому не интересно но мало кому интересно в большинстве интересных приложений все таки данных много там гауссовские процессы напрямую применять нельзя но народ все равно пытается то есть есть попытки сделать масштабируемые версии для гауссовских процессов и даже попытки их скрестить с нейросетями насколько будут успешны покажет время пока deep гауссовские процессы есть но пока большой популярностью не пользуются слишком много там подводных камней да ну и кстати наверное еще одну важную вещь которую надо сказать гауссовские процессы позволяют достаточно неплохо оценивать неопределенность наших прогнозов то есть поскольку я f стильды прогнозирую не просто точечно а я еще условно дисперсию прогнозирую я потом могу эту дисперсию конвертировать в t стильды и получить хорошие оценки неопределенности то что так плохо умеют делать допустим нейросети гауссовский процессор наверное одна из тоже их сильных сторон мы не просто прогнозируем целевые переменные мы еще интервалы уверенности даем соответственно где на сегодняшний день гауссовские процессы находят пожалуй наиболее широкое применение это задача так называемая байсовская оптимизация а это задача которая будет у вас в лабораторике попытка с помощью гауссовских процессов подбирать гиперпараметры надо сказать до сих пор в сообществе ведутся дискуссии относительно того насколько там уместны гауссовские процессы работает ли это лучше чем случайный поиск но есть мнение что работает есть мнение что не работает вот собственно вы можете попробовать в рамках лабораторики попытаться так и так сделать и посмотреть более какой-то профит от гауссовских процессов то есть что вы будете делать у вас будет задача оптимизация нулевого порядка у вас есть трудно вычислимая функция у которой нужно найти максимум вы можете в отдельных точках просто вычислить и нужно указать в каких точках ее вычислить понятно что если тыкаться наугад это не слишком эффективно ну вот что позволяет гауссовский процесс сделать давайте вот мы в нескольких точках ее разыграли значение померили а давайте теперь скажем на самом деле это значение гауссовского процесса подберем у него коррекционную функцию и попробуем спрогнозировать где же у него максимальное значение будет там померяем функцию с учетом ее еще раз уточним наш гауссовский процесс найдем новый максимум и так далее и тут мы будем искать максимум не просто условного мат ожидания не мюшки а мю плюс сигма то есть максимум наших ожиданий плюс дисперсию то есть мы будем пытаться как-то exploration точнее вы будете пытаться exploration exploitation делать с одной стороны там где прогноз показывает что значение функции может быть большое а с другой стороны там где прогноз говорит что вот в этой области вообще ничего про функции не могу сказать и может быть там стоит копнуть может быть там окажется высокое значение функции ну вот такой вот процесс собственно вот вы попробуете простейшие методы это байсовская оптимизация применить в рамках лабораторики есть ли вопросы а в каком году вообще вы начали разработать модели с гауссом процесс ну да то есть вас конкретный год интересует второй вопрос вы знаете какую-нибудь хорошую книгу классическую о гауссом процессе ох да знаю и ни одну какая же не хорошая я не читал ни одну поэтому мне сложно сказать я знаю что книжки есть по гауссом процессам но я бы наверное попробовал в бишпи посмотреть в бишпи должны быть ссылки на первоисточнике то есть по-моему этим рамасмусом занимался то есть по гауссом много чего есть потому что они были популярны в свое время там и туториалы были и учебные пособия и книжки но насколько они там удобно читаем не знаю так ну все тогда перерыв да но пытаются параметризовывать ковариационные функции ну по-разному в том числе и с помощью нейросетей да то есть с помощью нейросетей там просто важно удовлетворить требования неотрицательной определенности поскольку далеко в этой пологей поездки да с 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